Как раз в России, обратите внимание, что во всех российских ток-шоу принимают участие не только граждане Украины, но конкретно пропагандисты, представляющие киевскую хунту. А в то время, когда никто на Украине в таких операх не участвует. Это связано с тем, что Россия свободная страна, хотя, конечно, с персоналистским режимом, это бесспорно. Конечно, теневыми механизмами принять решение, это тоже бесспорно. А в Украине власти находится диктаторская хунта, которая, при этом хозяева, ее поставившие, ей разрешили между фракцией друг с другом ругаться, обвинять друг друга в коррупции. Это разрешено. Но по всем ключевым вопросам, есть там три уровня в Украине. Есть один уровень, по которому разрешено дискутировать. А второй уровень, по которому, так сказать, дискуссии не разрешены, это то, что Россия враг, так сказать, там, о том, что должна носиться дерусификация, о том, что нужно использовать террористические методы против всех оппонентов режима. Это политика предзадана. Но есть еще и такой общий уровень, так сказать, который точно решает только американская руководство. Это кто будет президентом, кто будет премьером, кто будет главой службы безопасности. Это ключевые вопросы, которые они берут на себя. И будет или нет Украина воевать, или будет договариваться с Донбассом, Это решает не правительство Украины, это решают неизвестные нам офицеры, американские спецслужбы, которые курируют эти ключевые решения.